Математический, это уже народный доклад, продолжение. Ну а Денис Иванович, я тоже хотел представить Анатолию Юрьевича Шарина. Он уже знаком, но я еще раз. Помните, я вам говорил, каким-то он приключен в инфекционном совету. Вы так не снимаете, что это вообще. Вы понимаете, что он, кроме того, он идеальный. Мы еще когда-то под баком ходили, я, кстати, не категорически был против, но инфекционный совет всегда был против вот этой темы, которая разваливает национальное образование на уровне степеней кандидатской, подготовки кандидатской коммуникации. Но когда посылали только документы, я никогда за Анатолием не проверялся. Я всегда был уверен, что тут все будет в порядке. Анатолий Звери, это не в порядке. Так, ну все. Ну что я? Значит, сегодня я буду рассказывать про операторные оценки, результаты полученные в 2022 году. Совсем свежая часть статей. Одна вышла статья, вторая принята. А вот этот товарищ Ржиш, это Чех? Он Чех, да, Ян. Он сказал, что это пан. Он не имеет. Да, пан этот Польша. А где? Кто-то еще. Тоже пан. Тоже пан и пан, да. Значит, он где-то годы на четыре мне старше. Он в Граце Кралово в начале был проректором, теперь декан. В общем, один из хороших друзей, которые отношения по нынешнее время хорошие, не изменились. А, в смысле, вас не считают злом. Да, не считают. Да, не считают. Вот именно в Граце. И он там декан, и, в общем, вот, благодаря ему там все хорошо будет. У меня тоже, так сказать, много друзей западных, к сожалению, хранят, скажем, групповую тишину и стараются не общаться. А один из самых последних моих друзей намного лет не остался. Причем он жил в Кенигсберге, и ему пришлось менять после войны остались. Идем в Нинвард. Но это то, что основоположные самые крупные школы в мире по кинетическому уравнению. Ну, настоящие ученые. Вот мы с ним сопротивляли наше имя. Никогда не говорили за какие-то там, может быть, сейчас, назад, пять лет. Значит, рассказывать об эту область с корпорацией. И такая общая постановка. Значит, это классическая задача в теории у насреднения. И общая постановка вот выглядит вот как-то так. А вот у меня, видите, сразу вопрос. Вот вы пишете, что граница в d, 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 d. Значит, на границе тоже можете сформироваться? Нет, 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 нет. А что это? Это внутренние границы? Да. Значит, здесь минус про кущий. Значит, здесь минус. Ну, как для электричества. Значит, есть какая-то область. Идея стоит вот в чем. Значит, мы берем какую-то область. И в области режется много маленьких дырок. Значит, размер дырок... Значит, есть два малых параметра. Один параметр — это примерное расстояние между дырками. Второй — это примерный размер дырок самих. Ну, вот я, значит, буду говорить, что у меня размеры, расстояние между дырками, оно порядка эпсилон, где эпсилон мало. А размер с каждой дырки примерно, он порядка эпсилон эт. Где эт — это какая-то функция, которая, ну, вообще говоря, от эпсилон зависит, но она меньше, чем один. А вот как она себя ведет, когда эпсилон уходит в ноль, это может быть по разу. То есть, если, значит, у нас это маленькое, то оказывается, что дырки, что дырки много меньше, чем расстояние между ними. А если это порядка константы, ну, это означает, что дырки и расстояние, они порядка, они одинаково порядок. А вот можно физическую интерпретацию, потому что обычно, вот когда я слушал доклады, еще не только начиналась у нас тогда эта теория, много десятилетий назад, объясняли так, что это что-то типа там газобетона или так. Ну, можно считать, что это пластинка, значит, какая-то, которая вот реально про резанные дырки, если мы ставим первый гранус, ну, это синий, значит, мы этой дыркой, ну, вот, значит, этот край дырки крепим. А если, значит, имеем у нас как гранус, значит, она болтается как только. Понял. Ну, его спрашивается, если, значит, у нас таких дырок будет много-много-много-много, а расстояние между ними будет маленькое-маленькое-маленькое-маленькое, то получится что-то типа, ну, что-то типа сила такого мелкого-мелкого-мелкого. Спрашивается, как вся эта конструкция будет себя вести, значит, если вот мы, у нас вот эта перфонация будет измельчаться. Вот что происходит, когда, значит, у нас вот этих дырок все больше-больше-больше-больше, а расстояние между, когда дырок все больше и больше, расстояние между ними все меньше и меньше, а размер каждой из них все тоже меньше-меньше и меньше. Вот, значит, ну, типичная постановка это, что вот в такой вот области без дырок рассматривать уравнение второго порядка, которое может быть самосопряженным или не самосопряженным, ну, элитичность, естественно, нужна, да. Ну и в самом общем случае это значит на границе каких-то дырок мы ставим первое грант условия, а на остальных дырок можно поставить Нейман, можно поставить там линейный третий грант условия, а можно поставить нелинейный третий грант условия. Вот такого слова в самом общей случае. Но где а, это заданная функция, она как-то зависит от х, от у. По у есть нелинейность, нелинейность слабой. В том смысле, что максимальный рост по у – это первая степень. У в квадрате, ну, я не знаю, как это делать. У меня можно считать, что это почти линейный случай. Ну, скажем, можно поставить первую, можно поставить просто у, тогда это будет обычное третье гранд условия. А можно поставить синус. Ну, или синус, там, реальной частью. В принципе, тонко подойдет. Ну, и вот вопрос общий, значит, как вот, что происходит с решениями вот этого, вот уравнений таких задач, когда, значит, у нас вот эти, когда вот эта там перфорация измельчается, то есть дырок все больше, расстояние между ними все меньше, и размер каждой дырки тоже все меньше и меньше. Вот здесь у меня на рисунке показана такая самая общая постановка задачи, то есть вот дырки могут быть разной формы, они могут быть расположены, в принципе, как попало, так, границы у них гладкие, тут у меня просто при масштабировании получился печок, а так вообще, наверное, будем считать, что границы гладкие. Если в случае не гладкие границы, ну, наверное, тоже там интересно. Ну, да, там чуть больше техники явно нужно. Я боюсь, что если рассматривать там негладкие границы, будут неконструктивные результаты просто. Я проверю эти условия, что я рисую. Вот, ну, шоу. А ты предлагаешь, что приятные властей, так сказать, свободны от дырок? Ну, вообще говоря, классическая постановка – это когда у нас дырок много-много-много везде. В тех результатах, про которые я буду говорить, значит, там в двух случаях это допускается. Это как бы один из аспектов, которые, вот общинства, которые мне удалось достичь. В принципе, можно считать, что перфорации раскиданы не по всей власти, а только по какой-то части. Или есть какая-то… Вообще, можно считать, что в каких-то частях области она так густо расположена, а где-то там порежут. Как-то так вот. В принципе, это допускается в отдельных случаях. Но в целом, слава такая. Если мы будем как-то резать дырки, как вот эти дырки влияют на решение эллиптических задач? Что с ними происходит? Это, естественно, классическая постановка задачи. Значит, что происходит с поведением решений? Ответы, понятное дело, что сильно зависят от того, как мы эти дырки устраиваем, как они расположены, какие у них формы, какие расстояния между дырками, и какие еще размеры дырки, то есть как вся функция это видит. И, конечно, все зависит от того, как именно мы раскидываем гранус условия. Если везде поставить первое гранус условие или поставить везде неминское гранус условие, ответы будут сильно разные. Классические результаты выглядят в следующем образом. Значит, подавляющее большинство работ, конечно, относятся к периодическому случаю. К периодической перфорации или же локальной периодической перфорации. Плюс, конечно, есть книги маршрутных условий, где у них дырки раскидывались, как попало. Но ответ у них достаточно сложный и написанный, в общем. Поэтому проверить для конкретного случая. Но, может быть, это не самая большая задача. Периодически случается выглядит так, что у нас есть какая-то область. Нарисуем там решетку с ячейкой. Смотрим те ячейки, которые на целый область попадают. Ну и вот в каждой ячейке режется одинаковая дырка. Ну и надо думать, что размер каждой ячейки – это эпсилон, а размер каждой дырки – это эпсилон 5. Когда, значит, у нас эпсилон уменьшается, у нас таких ячеек в области оказывается все больше и больше и больше. И мы видим такую вот мелкую структуру, одинаковую периодическую. Ну и вот что происходит тогда, значит, у нас вот этих ячеек и дырочек каждой из них одинаково все меньше и меньше. Очень много работ, конечно, после большей части, как раз проподобную диаметру. Ну еще локальная периодичность бывает, это когда, может быть, локальная периодичность – это, грубо говоря, следующее. Вот две соседние ячейки практически не отличаются, а ячейки подальше как-то там слабо могут отличаться на какую-то там конечную величину. То есть локальная периодичность можно совсем грубо сказать, что это что-то, если вот мы возьмем листочек-клеточку, вот он, клетки устроены периодично, там дырки нарисуем, а потом будем его гнуть. Так вот, изгиб, он такой макроскопический, он макроскопично меняет структуру. Но внутренняя локальная структура, микроструктура, она периодически свойства, в ней все-таки остается. Вот локальная периодичность – это что-то, если мы возьмем периодичную структуру, то такие работы тоже есть, значит, и вот большая часть, она, конечно, нет. Да, конечно, какой-то системный координат вы получаете периодичность. Да, 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 то есть с точностью до какой-то там глобальной там заметной, которая дэпсилом зависит. Теперь в каком смысле доказывалась сходимость? Ответы были такие, что, значит, когда перфорация измельчается, в третиле возникает некоторая задача, которой дэпсилом уже нет и дырки нет, но зато меняется как-то уравнение. То есть ответ был такой, что вот когда, значит, дырки измельчаются, у нас в пределе возникает, может возникать, ну, чаще всего возникает там задача во всей области, там пишется некое эффективное уравнение и доказывается, что решение исходной задачи сходится к решению вот этой вот, это самое, предельной или же усредненной задачи. В каком смысле сходимость? То есть классические ответы, это значит, что решение возмущенной задачи сходится к решению предельной, слабой или сильной, ну, или в пространстве Ль-2, или в дубль В-2-1, для каждой заданной правой части. Вот берем правую часть, и вот у нас есть там сходимость. В зависимости от потановки там заданий удавалось доказать, что сходится или в этом пространстве, или в этом, в слабом или сильном смысле, двухмасштабный бывает, и еще сходимость. То есть вот, ну, как бы, вот, достаточно часто вот удавалось показать вот такую вот вещь. То есть мы фиксируем правую часть, и все сходим из сети. И классическая жанра как раз вот такого сорта ответы. Плюс к этому классификация возможных усредненных задач тоже она известна, то есть что может возникать в пределе, вот, в зависимости от того, как расположены эти дырки, какие там гранусловия. Ну, в периодическом случае, значит, это означает, что размер ячейки, размер дырки и какой тип гранусловия. Вот, в зависимости от различных соотношений, в пределе возникают разные предельные задачи. Оценки скорости сходимости в классических случаях, в классических ответах выглядят так, что вот разность решения возмущенной задачи минус разность решения усредненной задачи в норме L2 или W2,1 оценивается, какая-то константа, которая как-то от этого зависит, и малый параметр еще есть. Ну, вот вид этой функции Мерселон, он, значит, как раз и зависит от того, А я не понял, что это обозначение L2, дробь, W2,2. Нет, это значит, что или то, или то, или в том пространстве, в общем, как там получится. Еще бывало, что корректоры здесь могут иногда возникать, то есть еще что-то тут дописывается, плюс кунор, так, чтобы гарантировать, что вот эта разность оценивается или в этом пространстве, или в этом, ну, или то, или то, в общем, где как получится. А я забыл, каким эпсил, по-моему, для L2, там, Эцелон квадрата для W2,1 эпсил, да? Это зависит от прогоновки, да, от того, как там геометрия устроена, это вот там может быть по-разному. И, в принципе, вот классическая наука, вот она вот такого сорта была примерно, ну, наверное, может, до 2009-го, или же там, или же там, 2010-го года, а потом как раз появились вот работы прооператорной оценки. У нас в России это Бирманс, Услина, Жика, Пастухова. Параллельно появились несколько иностранных работ. Вот это Гриза, это Лин, это Кёник у них совместно, еще там, и еще одна пара, сейчас не вспомню. Где они доказывали операторные оценки? Это у меня Карлокерник, вот, Чикарник. Так, да, 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 вот он сам. Значит, это где были доказаны операторные оценки для случая, когда вот у нас не дырки, а коэффициенты в быстрый приступ там осцеления. Еще одна задача, там классическая, что вот можно брать уравнение, и коэффициенты уравнения в быстром там осцелениях с периодом преописов. Вот, ну и операторные оценки, вот этих вот людей названы, значит, они, естественно, вот эти результаты мотивировали попытки сделать похожие для перфорированных областей. Значит, вот есть некоторые так результаты, они все касаются периодического случая, за исключением одной работы. И операторные оценки вот от классических оценок отличаются вот чем. Значит, тоже разность оценивается в пространстве L2 или в пространстве W2, где получится, или там, или так. Но при этом, значит, вот это вот, если здесь вот мюлеписом было, мюлеписом осталось, но вот эта вот константа, которая при мюлеписом стояла, если здесь говорилось, что она как-то от F зависит, в операторных оценках сказано, что это фиксированная константа и отдельно норма F в правой части, где константа C уже не зависит ни от M, ни от M. То есть операторная оценка отличается от... в случае классики тем, что фактически вот выяснена зависимость этой константы от M. Почему операторная оценка? Потому что если мы говорим о линейном случае и переговариваем эти сходимости на языке сходимости там резольвент, то вот эта оценка означает, что резольвента сходится сильно. То есть на каждой правой части ее действия сходятся вот к этому пределу. Операторная оценка означает, что резольвент, предельный там резольвент, исходится в операторную норму. Это гораздо более жесткий, более сильный там суда. И кроме того, если у нас есть подобного сорта операторной оценки, это такой мостик между спектральной теорией и еще теорией у средней. Сходимость операторная, то есть ее наличие, означает, что мы можем использовать вот эти классические все результаты из спектральной теории, значит, про сходимость оператора в смысле резольвента, в смысле нормы. Поэтому, значит, вот подобного сорта оценки – это, в принципе, самый сильный результат, который может быть. Ну и, значит, коль скоро в классике была сделана более слабая оценка, ну понятно, что было бы интересно посмотреть, а можно ли доказывать операторной наценки для вот таких задач с перфорацией, можно или нет, и как они выглядят, в каком случае можно, в каком нельзя. Для чисто периодической перфорации несколько работ отдельных есть. Я знаю, работы с Усвеной, даже, с Турковой есть. Есть несколько иностранных работ. Чередниченко Кирилл, Рогустовский Андрей, Чех, Украина, вот, ну, у них, у всех, в основном, так или иначе, основа, значит, техника основана на том, что структура перфорации в том или ином смысле периодическая. Периодичность там есть. Вот это какая-то ячейка, ячейка есть, самая-то, периодичность. То есть это они используют по, ну, так вот, там, основательным методом. Вот вы упомянули, что есть связь с спектральными задачами, когда мы рассматриваем расходимость, резолбент в операторной норме. Но если это так, то, наверное, какие-то результаты должны использоваться и здесь в спектральной теории, в том числе, ну, у меня такое ощущение. Была такая известная статья в трудах Московского Матурса, Берман Соломян, тот же Берман, вот, где рассматривалась асимптотика для эллиптических и эллиптических уравнений, и там получалось, что главный член эффект только один и тот, он как бы не зависит от крыльевых условий. Вот так. Вот это как-то используется или нет? Потому что у вас и Верикле и Неймана, может быть. Они между собой, как бы, так сказать, вот, нажимают мы, где-то людей. Значит, никаких верхних и нижних оценок подобного сорта, типа, минимация, что-то, по-моему. Да-да-да. Нет, листы нет, у меня задачи не самые сопряженные, спектральный метод в теории усреднений, это вот детище питерской школы, Вернольд, самый, там, собственно, ЖИПовской, в том или ином виде. Ну, в общем, они, на самом деле, чем больше они работают, тем ближе они шли друг к другу, и где-то как бы они... Ну, а вот то, что у вас на одних маленьких подогласиях Неймана, а других у своего Дерихле, это как-то влияет или нет, на ответы влияют, но никакого минимакса нету внутри, у меня техника абсолютно... Понятно, понятно, хорошо, я понял. Теперь цель моей работы. Ну, вот в периодическом случае периодичность очень сильно жизнь облегчает, вот ячеечность, она будет в норму, когда ячеечность. А что, если периодичности не будет? Что, если мы дырки раскидываем как попало? У меня вообще идея такая, что в теории усреднения пытаться делать операторные оценки для самых общих задач, когда периодичности нету в принципе, вот что-то можно сказать, а она бывает, не бывает. Для перфорированных областей, значит, у меня цель была такая, что разобраться, какие непериодические структуры перфорации можно рассматривать так, чтобы, значит, гарантировать, что будут именно операторные оценки. Вот как бы провести хотя бы примерную классификацию случаев, когда это возможно. Но условие такое, что никакой периодичности вообще, вот как хотим дырки, так и раскидываем. То есть хочется минимум условий на дырки, минимум условий на расстоянии, минимум условий на фон. Но максимально сильно устроить. Но при этом максимально сильно, так сказать, да. То есть это бывает, что слабая скорбинность, это не проблема для работы сессии. Слабая скорбинность надо отдельно разбираться, но там понятно, что за счет того, что слабая, где-то, значит, местами, видимо, будет получше. А вот сзади бы, в общем, все. Да, вот очень широко по геометрии и очень сильно по результатам. У меня вопрос, что такое, вообще, возглавательная гранция. Даже в самом лучшем случае потеря одной производности все-таки есть, да, высокоператор, от оценок. Конечно, конечно. То есть это, значит, если мы пытались бы здесь сделать дубль В-2-2, то ее, наверное, просто и не будет. Нет, ну, дубль В-2, я не знаю, дубль В-2-1, если... оценка будет модель улучшить этот вопрос на какой тоже будет пусть у меня картинка какая-то вот такая пусть на дырки раскидывать у меня задача будет следующая область комика внешне любая ограниченные или нет может все пространство есть какая граница или нет если есть то все компоненты компоненты там границы класса c2 все вот рисуем любую область с вот такой там вот такой там границы или вовсе без любви или вовсе все пространство как-то травяется перфорация как попало рисуем точки мк т в этой области мк т это грубо говоря центры вот этих дыр что-то типа центр значит вот с каждой дыркой связано связано с точки мк т раскидываем их как хотим потом форму дырки форму дырки устроены так что берем какие-то ограниченного стива омико-каты они тоже могут от эпизом зависеть их у них c2 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 границы а потом мы просто удымаем в эпизом это раз относительно вот этих условных центров то есть мы центры мы раскидываем эти точки как попало возле каждой точки делаем с сжатия в эпизом это раз заданной области исходного до сжатия тоже может от эпизом зависит итоге получается такая такая достаточно общая конструкция и вот из всей области мы выкидываем все такие дырки вот что получится это омико-эпизом это область с дырки то есть вот вот это самое общее что можно придумать вот единственное c2 границы чтобы не возиться с ну потому что мы делим на эпизом да да вот это а как вот вести маленькую дырку значит это нам не более понятно как вести маленькую дырку значит надо взять большую и ужать ее в несколько раз ну вот сильно ужать но тогда получается что мы просто матерично сжимаем а ведь при сжатии она тоже может как-то меняться но вот я и говорю что значит вот пусть при сжатии еще формы дырки может как-то меняться по эпизом поэтому родится получается ну достаточно в общем случае может даже сам общества а что про точки и максим including you а раскидывают как хочет влада осенью а расстоянь с ними то есть расстояние ниже условия тут хорош что значит вот есть вот есть одна . здесь вот есть одна точка здесь вот и вниз она здесь в Pon whypro розри не возили вода это т Hoje вот будем предполагать что вся конструкцияigerу выполнена так что эти дырьки пр generly не 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 будут меня пересекаться То есть, если вы пересекаете, это уже, по сути, однако. Надо, чтобы они просто не близкие. То есть, это расстояние, как говорится, снизу, 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 да. То есть, не слишком близко все. А верхней нет оценки. Можно взять, можно брать большие расстояния. Это как раз ответ на вопрос, могут ли быть пустые области. Могут. Просто берите большие расстояния. Не ставь их. Теперь, какие условия на вот эти точки и на области? Значит, первое условие – это вот этот рисунок. Значит, каждая область, вот какая-то, значит, вот есть точка. Точка ноль попадает внутрь, ну так хочется дыраться. И каждую область можно уложить в шар радиуса R2. И этот шар один для всех дырок. До того, как мы дырку будем удымать, вот исходная, которая ответственно зависла, надо, чтобы все дырки можно уложить было в один шар. Радиус одного. А внутрь каждой дырки можно вписать штат радиуса R1. Ну, центр где-то там внутри. Это условие означает, что дырки примерно одинакового размера. Они разной формы. Они могут быть как-то устроены по-разному. Но они примерно одинакового размера. Когда мы идем вдоль этой последовательности дырок, они у нас не уменьшаются и не растут. Они примерно одинаково стоят, но форму могут менять как хочется. Это чуть дальше будет. Будут условия регулярности, но не в смысле границы, а чуть-чуть по другому. И кроме того, что я говорил, что нужно минимальное расстояние между этими точками. Значит, можно взять... Вот здесь, если есть пару точек, значит, вокруг каждой из них рисуются шары радиус Epsilon R3. Эти шары не пересекаются. Есть минимальное расстояние. Все. На распределении больше нет. То есть, вот если в этом тыл помещается шар радиус Epsilon R3, ну, после возраста... Вот это имеете в виду? Сейчас. А, то есть, сами эти области дома штабируют от Epsilon независимого областа. Обикокаты? Ну, да. Могут они зависит, пожалуйста. То есть, может, как-то, чтобы сигналация. Она как-то так меняется. То шарик на каких-то причинах. Участок, в котором границы друг от друга стоят на Epsilon R3. Это такой уживающийся, как раскапание от росток, и дальше будет дальше не в условии, еще на регулярность. Причина. Которая это делает и исключит. Но вот, если вы представите себе какая-то ромашка, которая просто как-то меняется, вот она на ТЭПе. Пожалуйста. Но такие особенности нет. Углы нет. Углы какие-то такие, вот такие особенности нет. Если она будет происходить, там, видимо, ответ просто меняется в качестве. Видимо, уже просто задача другая. Ну, и кроме того, я считаю, что мои дырки не пересекают внешнюю границу. Вот это изрезанной быть не может. То есть, есть некое минимальное расстояние, то же самое R3. От каждой, значит, вот этой вот дырки до границы. То есть, они как-то все на целом уложены. То есть, ничего там не пересекается. И кроме того, я... Секундочку. Минимум во всем дыркам? Вот расстояние от МКТ до ДОМЕГА для каждой К больше ли... А ткани зависит. А ткани зависит. Р3 – это какие-то константы, которые не зависит ни от чего. Кроме того, я считаю, что здесь у меня есть вот этот внешний шаг, в который можно все дырки уложить. Вот если, значит, я дырку вычту, то оставшееся множество будет связано. Это означает, что внутри дырки нету ложных дырок, как бы там островов. То есть, дырка в виде бублик не подходит. Но это как бы тоже естественно. Если вы бублик выдернете из области, то в области останется остров, не связанной со всей области. И как бы это, получается, ставится отдельная там задача. А что там вы смотрите? Надо вот смотреть там, наверное, сам по головали. Поэтому условия связанности тоже естественные. И, в принципе, все для начала про геометрию и про распределение. Такие естественные условия, которые, понятно, что надо предполагать. Теперь, что касается регулярности. Значит, я предполагаю. Вот у меня есть какая-то дырка, что для каждой дырки можно вдоль границы нарисовать слой. Фиксированный там шириной какой-то таунной. Это до растяжки, до сжатия. Так что на этом слое можно корректно вести локальные переменные. Значит, локальные переменные ТАУС. С – это какие-то хорошие переменные на поверхности локальные. А ТАУ – это расстояние вдоль вектора нормального. То есть можно по нормали от каждой границы дырки сдвинуться на какое-то фиксированное там расстояние. Это будет все корректно. Внутрь и наружу. Это как раз условие исключает вот эти вот тонкие пальцы, отростки и каскеты. И это равномерно пока, да? И это все равномерно пока. Вот это нужно. Значит, я практически уверен, что если этого не будет, там равномерно пока вот как. То есть одна-две дырки может еще ничего. Вот если таких будет много, это скорее всего ответ изменится. Ну или гладкость там. В общем, надо думать о тех, которые есть вагильность. Может, пора соответствует ли этому. Ну вот еще один, но вовсе, прощение, я бы сказал, что там говорилось, что вот может быть неограниченная область, да? Конечно. И граница класса 2, и все. Значит, например, на плоскость такая область годится. Их, кстати, больше синус х2 в квадрате. Их, кстати, больше, чем синус х2 в квадрате. В принципе, сейчас у него там... Ну, это быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас, может, это... Нет, я думаю, это не подойдет. Это у вас будет, там уже гиперлицированность какая-то... Нет, нет, это равномерно гладкое. Просто она, наверное, равномерно гладкая. Я думаю, вот это условие надо наложить на всю браницу, не только на включение. Ну, наверное, равномерно. Значит, надо так, чтобы для политической задачи во всей области без дырок, чтобы область определения была дубль В2-2. Вот, наверное, такая граница, она вот это делать не даст. Там, собственно, 20-30 не получится. Формально гиперлицированность будет. Но вы же должны уметь вводить локальные координаты. Нет, это про внешнюю границу. Нет, видимо, вот такое условие нужно и на внешнюю границу. Оно не явно предполагалось. То есть у меня предполагалось, что область определения у средненого оператора, который во всей области без дырок, что это дубль В2-2. А если, значит, будет такая стресса, это, видимо, выключить. Кстати, надо поправиться. Ну и, значит, вот я предполагаю, что замена переменных от XA к этим локальным, то есть она хороша вплоть до вторых производств. И вот как бы они все будут там ограничены. И, в принципе, все. Но мне кажется, это вполне естественным условием. Потому что я в таких случаях, когда слушаю задачи, сразу представленные гарантии и электроны, более-менее шарики. Ну, более-менее одинаковые. Да, более-менее. И, значит, и, собственно, все. И ничего мне больше не надо. Значит, вот я рассматриваю теперь эллиптическое уравнение второго порядка в такой вот области. Вот оно уже минус правильно расписано. Со спектральным параметром. Лямбль – это фиксирован со спектральным параметром, который выбирается так, чтобы гарантировать зашифренность вот этого уравнения. На каких-то дырках ставится первый градусловие, на каких-то дырках ставится третий градусловие. Выбор, где первый, где третий. Как хотите, так и делайте. Вот это производная по нормали. Ну, собственно, все сказал. Да, но вот опять эта функция не линейная, которая, в принципе, может от эпсилона как-то зависеть. Ну, и вот и не линейный спал эпсилон, она такая слабая, максимум первой степени. Это для того, чтобы можно было воспользоваться практически уже результатами про монотонные операторы в стиле, там, мы на ваймпе рассылаемся к книжке и еще до бинсового статья. Ну, как раз там и получается, что нужна линейность масса. Ну, то есть максимум первой стиль не линейности. Ну, и вопрос, значит, что такое А? А это житая. 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 Ну, это достаточно хорошие коэффициенты. Дубль-бесконечность 1. И честно, значит, условия еще равномерной эллиптичности. Вот. И здесь ожитая и А0, это вот какие-то коэффициенты тоже хорошие. А вот оно, условия на вот эту функцию А. Вот не линейность, то есть нужно, чтобы условия лишатся. Больше не надо. Значит, здесь строчка не влезла. А, один с английского переводил и не просмотрел. Значит, речь идет о том, что нам фактически... То есть вот у меня гипотеза такая же, что те случаи, которые я сейчас вам скажу, в каком случае бывают операторы наценки. Что на этом, собственно, все. Вот в общем неперечном случае я как-то не очень представляю, где еще могут быть операторы наценки. Такое ощущение, что я как бы все накрую. Ну, с точностью до каких-то там случаев, когда у меня что-то начинает в гранус... Что вот здесь вот... Вот здесь можно еще эпизон минус какой-то стейки не поставить. Вот здесь как бы мы считаем, что здесь гранус такой более-менее приличный. Оно по Эрселу не растет, то вроде как вот три случая и на это все. Все остальное, как бы вот операторы наценки, не периодически в общем случае, просто выводится. Что это за случай? Первый случай такой. Значит, есть случаи, когда решение у Эрсела сходится просто в ноль. Вот если дыр слишком много, и на них очень много первого гранус влог, то есть очень часто это нули нужно, то вообще говоря, все решение просто уходит в пределе, и никакого нету там уравнения, просто у Эрселу не будет для каждой правильной части. Такое бывает, так сказать. Вот для этого, значит, что нужно потребовать? Значит, нужно потребовать некую нижнюю оценку на функцию А. Сейчас, по поводу Гнольбе уравнение. Да, да, да. Значит, нужно потребовать нижнюю оценку на функцию А. Вот функция А в третьем гранус влоге, она не должна быть слишком там отрицательной. Это тоже естественно. Если в третьем гранус влоге коэффициент меньше нуля, то у нас как бы, если мы говорим про специальный гранус влогенейный случай, у нас нижняя грань формы уходит в минус бесконечности. Это отдельный случай. Это надо отдельно. Надо, чтобы форма, грубо говоря, была снизу полуограничена. Я не хочу в них уходить. Для этого нужно вот этот случай. Но у нас случай не линейный, поэтому как бы вот если это паралинейный, это брешься о том, что нужно, чтобы форма была снизу полуограничена. Теперь о чем вот этот условие? Значит, условие говорят о том, что у нас вот, когда мы ставим третье гранус влоге, да, не линейный, значит, на каких-то дырках может получиться так, что вот коэффициент в этом третьем гранус влоге, он большой. Вот большой, это вот этот случай. Вот что значит большой, это значит вот это. Что вот он вот так вот устроен. То есть иногда бывают случаи, когда третий гранус влоге с большим коэффициентом поексу, тогда оно, оно на самом деле в таком случае себя ведет примерно как первый гранус влоге. Это тоже вещь известна, что если вы ставили третий гранус влоге с большим коэффициентом, оно вообще говоря, при росте коэффициента начинает себя вести примерно как первый. Как первый гранус влоге. Вот я говорю. Да, я слушаю, если мы на коэффициент разделили, это производные маленькие. Но коэффициент должен быть при этом больше нудок. Ну, если есть нудок. Вот как раз я про это и говорю, что у меня меньше что-либо выяснить не может, если просто вообще все коэффициенты оцениваются снизу. А вот мне на некоторых дырках позволено, чтобы были большие коэффициенты. В каком смысле большие? Вот в таком. Надо, чтобы... То есть есть не эти точные условия на то, как там этот рост, эту условию. Все. А на всех остальных дыроках у нас первый грант условия. Теперь дырок с первым грант условиям и с большим третьим грант условиям достаточно много быть должно. Они должны быть достаточно часто раскиданы по области. Что это значит? Это значит, что вот мы возьмем все такие дырки, на которых есть первый грант условий или большой третья, нарисуем вокруг каждой дырки фиксированный круг радиуса эпсилон R 4. То есть это круг радиуса, это шар радиуса эпсилона. И все такие шары должны покрыть все область. Они должны быть достаточно часто расположены. То есть это означает, что первым грант условий или почти первым. У нас очень много, и оно так часто расположено. Если такое происходит, то тогда и плюс к этому еще размеру вот этих дырок с первым грант условиям и с большим третьим, эти дырки не слишком маленькие. Насколько не слишком маленькие? Ну вот здесь вот есть такое длинное условие, которое зависит от эпсилона, от этой буковки мю, которая вот здесь была. и еще от капа. Капа зависит от 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 мерности. Это или там логарифм, или просто так. Надо, чтобы вот эта конструкция днулился. Тогда, значит, у нас при если лямбда взять достаточно сильно в левой полу плоскости, то решение есть. Возмущенная задача. Решения может быть много. Мы не можем условия лишиться чисто не означает, что обязательно как бы там решение будет ровно одна штука, а мне как бы не надо это. То есть тогда вот если даже решение несколько, то каждый из них равномерно уходит в ноль, или в норме льва, или в норме дубль b21. И так это уходит в ноль, просто разный порядок. Дубль b21, естественно, оценка по хуже, а b2 оценка получше. А именно она получше в два раза. Вот здесь здесь 2x2, то здесь эпси. Здесь были везде двойки, здесь их нет. Здесь минус 1, 2, здесь минус 1. Ну и так далее. Вот здесь есть порядки в два раза больше. То есть, если вы нормы делаем послабее, скорость увеличивается. И кроме того, чем можно еще гордиться здесь, удалось доказать, что вот эти все члены точные по порядку. Что улучшить порядок уже нельзя. Мы, например, точно попали. То есть, в непериодическом случае, если вот эти дырки с первым граммом условиями, с большим третьим, достаточно плотно расположены по области, если они не слишком маленькие в этом смысле, то решение уходит в ноль, оно уходит в ноль в норме L2 или в W1, и это все равномерно по правой части, есть оценки скорости и там сходимости для этой нормы, для этой. Обе оценки точные по порядку. Правильно я понимаю, что это означает, что резольвент, да, вот сходится в норме. Есть насчет скорости из ГЕС. Следующий случай, значит, это если нету там, нету первого грамм условия. Значит, мы считаем, что у нас никакого первого грамм условия нет. Значит, вообще таких дырок нет. Здесь условия липшится на функция, плюс еще добавляются условия, что в точке ноль это ноль. Это условие нужно для того, чтобы там гарантировать, что решение есть, и что оно ровно одно. Вот это условие ответственно за единственность. И размеры дырок должны быть следующими. Значит, вот вот это, это и эпсилон, они должны быть связаны вот таким образом через размерность. Букву кемю теперь у меня, теперь вот она отсюда приходит. Вот в условии делившиеся константы, может быть, переменные. И самое главное условие, на самом деле, это как бы, ну, оно нужно, но вот самое главное вот что, на самом деле, сильно используется. Вот мы предполагаем, что у нас нету первого грамм условия, но что дырки по размеру, они гораздо меньше, чем, чем, чем попарные там расстояния. Вот они как бы меньше грамм. Ну, где это все зайдет еще вот этим размером через стаду. Тогда, оказывается, вот в этом случае, если нет эффекта. Гораздо меньше, это как раз записано в этом условии. Эту тенсию стремится к нулю, еще с любой способ. Да, любая способность. Просто они меньше, хоть очень умеют, хоть логаринические, все равно. Тогда в пределе возникает уже задача без дырок. Вот надо просто дырки вытекать. Вот здесь просто взять и все заман. И уравнение не изменять. То есть, значит, в этом случае вот эта задача, вот она будет в пределе. И здесь возникает еще один параметр, который зависит от размерности. Он, значит, размерности 2, 3 его по сути нет, а вот размерность там уже 4, она оказывается быть. И здесь есть вот что, значит, здесь тогда разность между эпизом и усредненной задачей, значит, тоже вот она уходит в 0, W2, 1. Есть точность, есть, значит, вот оценка скорости сходимости, которая учитывает абсолютно все, размеры дырок. Это вот этот капа, капа еще одну дополнительную. И эта оценка оказывается точной по порядку для всех размерностей, кроме 4. А в размерности 4 все члены правой части тоже точные, за исключением вот этого первого. С ним я не смог там взобраться. Может он тоже точный, а может и нет. Не получилось пример. А кроме того, если... Можно еще разок к этой оценке вернуться, надо как-то ее осознать поглубже. Вот это вот именно разность, это существенно. Да. А это, оно тоже может стремиться к нулю, в зависимости от... Это, 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 это прямо прямо сказано, что это просто обязанность. Да, 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 да. Но как мы не знаем. Ну как здесь вот это вылезло отдельно вылезает, вот этот член был маленький. А, а, так, а вот капа, это что такое? Капа это величина, которая зависит от размерности. В размерности 2-3 ее просто нет. Да. В размерности 4 этот корень из алгоритма, а дальше это 1. Вот если там в размерности 2 вообще алгоритм, здесь... А тогда вот почему? Ведь это вроде бы разные формы записи капа. Здесь вот капа как К, а там капа... Да, потому что... Потому что... Потому что красивая капа, оно в размерности 2 дает алгоритм. А то капа, который прямое, оно в размерности, в размерности там 4, оно дает корень из алгоритма. Здесь как бы вот размерность 2 и 4. Чертная размерность здесь, по всей видимости, вот там если дальше рыть, то будут, если дальше новые... А что, с чем это связано? С критическими показателями для теории положения Соболева будет? Нет, это просто... Я считал нормы функций, которые по ходу дела возникают. И вот в размерности... Ну, в размерности 2 это просто алгоритм, потому что у Лапласа... Ну да, потому что да, специальное решение. А в размерности 4 это, грубо говоря, фундаментальное решение. Его L2 норма как растет, если мы будем брать большой шар. И вот потом увеличивать вот что-то типа вот это. И получается, что в размерности 4 там возникает еще один алгоритм. Мне тоже казалось, что это какой-то там самый там артефакт, что что-то там не было, что где-то пропасть он должен. Оказывается, нет. Что-то он на самом деле появляется. То есть это связано с нормой некого решения, которое там растет на бесконечности. Вот L2 норма, вот что мы у нас шар увеличивали. Вот она как... Она тебя ведет. В размерности 5 или 2-3 эта норма оценивается через... А оставшиеся там слагаемые, какие еще здесь есть, а в размерности 4 вот она вот просто вот ее ничем там не забить, ее надо отдельно писать. Но как бы там ни было, это все точно по порядку. удовольствием. А какие-то примеры есть, что именно вот такие вот... Точно. Да, вот точно. То есть вот просто пишутся, пишутся там примеры уже перфораций, где асинтотику решения можно посчитать или как-то оценить. И вот показывается, что значит есть не только верхний оценивание, но еще и нижний. И вот снизу выскакивают как раз вот такие вот, ну, резочные резы, то есть по отдельности они выскакивают. А в этих примерах перфорации периодически? В некоторых, да, в некоторых нет. То есть вот как бы для того, чтобы выловить отдельные члены, приходилось трое красных, например. Вот надо так, вот так, вот а здесь вот это, а здесь вот это. Ну и L2 норму тоже можно оценить, но при этом надо предполагать, что у коэффициентов старших производных чуть-чуть лучше гладкости. Не L, не просто L бесконечность, а потому что первопроизводная тоже попадала в L бесконечность. Значит, здесь получилась оценка одного сорта. Здесь порядки чуть-чуть получше, чем было то-того. Но здесь вот с точностью я разобраться не смог. То есть я бился-бился, пытался найти пример, показать, что это все точно и в общем нет, не вышло. Не знаю, точно или нет, не знаю, можно ли улучшить или нет, тоже не знаю. Но возможности улучшения эффекта вот имеющиеся, я не вижу. То есть вот хочется верить, что это точно, но доказывать не умею и ощущений тоже нет никаких. Верно, неверно, не знаю. И, наконец, самый третий случай – это так называемый странный член. В этой науке вот это прямо вот этот случай так называется всегда. Известно, что он возникает в случае, когда размеры дырок и расстояние между ними соотносятся неким специальным образом, в критическом случае он только возникает, вот это условие пишется здесь вот так. Вот надо, чтобы epsilon – это и это капа, которая от размерности зависит, чтобы они были вот так связаны, чтобы это уходило в некий константик. Только в этом случае возникает странный член, и он возникает, и странный член возникает только в этом случае и периодической перфорации. А при n равной единице сделаете на отрезке перфорацию, и не сделаете. А, у меня размеры сколько-то больше. А, вообще, более связанность есть. Связанность, точно, да. Если на отрезке делать перфорацию и еще лучше высокий контраст, то известно, что он сильно самоотличается, у родной, если бывает больше здесь или нет связанности. Там как бы жизнь получается. На отрезке перфорировано, но вообще когда не имеется способность. И на функцию А. Значит, на функцию А здесь нужно вот опять сверху условия липшицы с постоянной константой. Условия, которые там, условия там гарантируют, что решение ровно одно. И опять, значит, нужно гарантировать, что вот этот вот коэффициент в третьем грамм условии не слишком отрицательный. Нужна какая-то оценка. Ну, вот эти, вот они эти условия. Ну, и вот не слишком отрицательное означает, что вот то, что здесь стоит, оно должно забиться произведением эпсалона, этого и капа. Вот что, значит, не слишком большое. То есть, расти, в принципе, может это миноль эпсалона, но не слишком сильно. Так, чтобы оно не могло перебороть вот это произведение, вот этих вот трех ценностей. Что еще здесь нужно? Значит, здесь опять, ну, здесь вот очень много буквок написано. Смысл стоит опять в следующем. Что есть дырки с третьим грамм условием с большим коэффициентом, вот, вот он большой. И что значит большое? А, нет, есть, нет, вот, вот. Большое это значит вот, так-так-так-так-так, где МР2, а вот с большим это вот где МР1, вот есть большой коэффициент, и что значит большое, это значит вот что, вот что значит большое, вот эта штука, вот бесконечность. А есть еще, а все остальные эти третьим грамм условия, они, это почти линейный случай, то есть вот там есть главный член, который там линейный по У, ну и вот эти богатые могут, вот этот член, этот коэффициент при этом У может как, может расти, расти он может как репсия в минус первое, а это в минус первое. Или медленнее. Ну вот, значит, в случае, когда медленнее, это все спрятано вот в этой функции богатые, которая тоже от репсии может зависеть, и на нее пишут разный свой. Значит, там такая норма была меньше, чем C1, вот это вот, ну то есть смысл в том, что есть два типа третьего грамм условия, одно с большим положительным коэффициентом, второе почти линейное, и вот этот там его коэффициент в этом почти линейном случае или ограниченный, или растет, но не слишком сильно растет. Все. То есть вообще можно было бы считать, что вот второго вот МР2 просто нет, вот есть просто первый градус, но есть вот это вот большое с большим третьим. Или можно считать, что вот это волнистый. Что тогда? Тогда для каждой дырки нужно ввести что-то типа емкости. Для каждой дырки нужно ввести понятие емкости, потому что вот некий констант типа емкости, вот это константы потом будут влиять на вид предельной задачи. Обычная винара скрилил? Емкость в смысле? У вас в другую порядку? Да, да. Это, наверное, обычный вид. Ну, то есть вот что это такое. Значит, я смотрю уравнение типа Лапласа, ну вот раз у меня уравнение с переменой в центре, то в каждой точке стоило. И я смотрю решение, которое уходит на бесконечности правильным образом. В размерности 3 оно выходит на константу 1, плюс член порядка минус n плюс 2, и в размерности 2 оно выходит на логариф. Вот в размерности 3 вот эти константы мне будут нужны. Вот это как раз вот с этим константами я буду работать. В размерности 2 вот эти константы не слишком важны, но они не стиликсеры. Значит, это уже вы приспосабливаете по определению емкости под задачу. Значит, на этом множестве единицы, а они его... Да, да, да. И у меня уравнение не чистый Лаплас. Не чистый тоже. Да, вот только из-за этого. А так да, если бы... Ну, там же замораживаются эти константы. А вот они как раз и это и замораживаются. И для этого вклада точно. Ну, может, это было... Да, 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 конечно, конечно. А вы знаете, вот еще, Денис Иванович, и я хотел задать, может, наивный вопрос. Но когда вы сказали, что, значит, вот там ряд вещей, вот вы можете рассматривать для третьего правилого условия и большого коэффициента при нормальной производной, да, то только требуется, чтобы он все-таки был положительный. Мне кажется, если пальцов это не обязательно. Почему? Потому что когда вы пишете интегральное торжество, то у вас, то есть, это влезает как раз... Влезает член просто к лиде. Да, производный. А если у вас большой коэффициент припроизводной, то тот вылезает как маленький. Нет, нет, у меня большой... А фрекс, да, он же не вплотную к лиде. Нет, нет, у меня большой коэффициент не эпидетирует производный. А большой коэффициент имеется в виду, что... Нормальный производный. Вот, что вот так стоит. И вот здесь вот что-то большое. А, ну, конечно, конечно. Я-то думал, что туда ходить, да. Тогда можно и не... И можно отрицать. А тут понятно, да. Я все не могу. Хорошо. Теперь, значит, мы взяли вокруг каждой дырки, решили задачу. Значит, понятно, ну, известно, то есть, можно... Оказывается сразу, что решение ровно одно, поэтому эти константы как-то заданы. Мы взяли теперь дырку. Для каждой дырки посчитали вот эту константу k в размерности 3, в размерности 2. Просто вот здесь решение. Все. А потом, вот у меня есть вот эти дырки, вот они как разной формы. Для каждой из них есть своя константа. Я делаю следующую вещь. Вокруг каждой дырки я рисую шар заданного радиуса. Он пропорционален эпсилону как раз эпсилон R3. И говорю, что я вот эту дырку замажу, пусть ее не будет. Но вместо дырки я рассмотрю функцию, которая равна вот такой величине. Вот на этой, на этом шаре, значит, у меня вот здесь просто функция. Она постоянная с заданного радиуса. А где она входит в уравлении? Пока еще не входит. Я просто рассматриваю такую функцию. То есть, вместо на каждой дырке я рисую постоянную функцию. И у меня получается функция, которая, как бы, если дырок очень много, как бы столбики быстро-быстро меняются. У каждой высоты своя. Получается такое поле из вот таких столбиков. Эта функция называется BTS. А вот вне этих дырок, вот вне вот этих коншаров, это просто ноль. В итоге у меня получается область, на которой... Область, значит, на ней вместо каждой дырки у меня вот стоят вот такие вот столбы. Они узкие, ну и каждая высотой стоит. Вот теперь я требую. Значит, мне теперь надо вот эту функцию, которая вот из таких узких палочек состоит. И как она установит? Мне нужно ее усреднить в каком-то смысле. В каком именно смысле? Значит, усреднить нужно в смысле нормы мультипликатора из пространства W2.1 в W2-1. Значит, вот этот BTS, он должен сойтись в W2-0 в смысле мультипликаторного пространства из W2-1 в W2-1 на вот этой области. Достаточные условия такой сходимости и, в принципе, необходимые. Это у меня в отдельной работе, надо доказывать. Здесь выглядит так. Значит, вот можно не думать про такие нормы сложные, а нужно следующее. Вот нужно взять вот эту мою область. Там будут разные дырочки. Вместо дырочки у меня получается, как попало, раскиданы, ну как-то там раскиданы шары. Теперь поверх этих шаров я рисую решетку. Эта решетка может никак не пересечь, с ней не может что-то не идти. Вот просто я беру и сверху рисую решетку на сильно. У решетки размер вечеринки вот здесь вот, это W1. Какая-то функция, которая зависит от EPS. Вот я теперь беру свою функцию β-εPS, вот этих столбиков, и беру ее, вот что надо взять в качестве предела. В качестве предела надо взять функцию β, такую, что если я посчитаю среднее между β-εPS и минус β по каждой ячейке, по всем, 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 сразу, по всем, так, вот это среднее, вот это, вот, значит, вот интеграл, интеграл делится на, это самое, на, получается, там, объем этой ячейки. Вот супремум таких средних должен быть маленький. Все такие средние, они должны разом в ноль уходить. Вот спрашивайте, если у меня есть вот такие палочки, вот функции из вот таких столбиков, надо ее усреднить. В каком смысле? В смысле нормы какой-то. Норма – это вот в смысле вот таких вот средних. Надо, чтобы для какой-нибудь там решетки, когда мы нарежем область на вот эти кубики, вот надо, чтобы средний по всем кубикам, сразу по всем, разом в ноль уходить. И это как раз мера непериодичности исходного распределения дырок. Вот как надо дырки исходно раскидывать? Их нужно раскидывать так, чтобы когда мы вот эту функцию построим, чтобы, значит, в смысле вот такой нормы был предел. Если бы не будет такого предела, то предельной вот задачи тоже не будет. Это просто можно доказать. То есть это фактически необходимо и достаточным способом. Вот если у меня теперь это вдруг произошло, а это в периодическом случае это просто автоматом получается. Значит, если это произошло, то у средней задачи возникает странный член. Вот это бета и лишний артон. Возникает странный член. Значит, бета – это как раз та самая функция. Гамма – это у меня было в самом начале. Я говорил про соотношение размеров дырки и расстояния между ними. И вот этот вот пупсилон, буковка – это корень из детерминанта, матрицы, составленной из главных членов при старших производках. То есть в какой-то точке она считается. И еще умножается на площадь N, N, N площадь сферы, N в N в нервном пространстве. Вот это бета и лишний. И кроме того, значит, есть возмущенные задачи, есть решение предельной задачи. Оно умножается на корректор специальный. Возле каждой дырочки строится еще корректор. Специально явная функция. Значит, это функция, которая… Вот если у нас дырка есть, это вот эта функция к сиевсову. Она вот в ноль обращается на дырки, потом быстро выходит на один и идет к следующей дырке. Главное, что она явно строится. Она строится явно в терминах тех функций X, которые у меня были, которые участвовали в генгостях. И тогда, значит, вот эта разность с корректором в норме W2.1. Вот она уходит в ноль. Опять нормы правой части выделены отдельно. Ну и здесь вот такие вот члены. И еще в норме L2 такая же оценка есть. Здесь необходимость чуть получше. В первой оценке, где в W2.1 члены, значит, вот эти эпсилом, вот этот модуль, эпсилом – это КПН2. Значит, вот этот эпсилом, вот этот модуль и вот этот. Первый, второй и последний. Они точные по порядку. Пример построить удалось. Вот на эти два не смог построить. Вот на третий не смог построить пример. То, что вот здесь будет точный по порядку. Ну, в принципе, это тоже будет точный по порядку. Только, вообще говоря, чтобы здесь точности добиться, нужно чуть-чуть по-другому их записать. Вот эта норма. В статье написано, но для доклада я вот это все писать не стал. Можно считать, что здесь можно заменить на практически точные величины. А вот здесь вот в L2 норме. Вот, значит, удалось доказать точность только вот этой. Обслагаем, но больше я не снял. Ну, и в итоге, значит, ответ следующий, что то, где я смог, значит, первый случай, когда просто очень много первого грамма условий или же много третьего с большим перцентом. Тогда решение просто вновь падает. Равномерно все. Второй случай, когда дырки можно просто замазать. Замазали, тогда тоже есть операторы на центр. Третий случай, странный член. Вот когда там эти дырки расположены правильно, ну, их там размеры и расстояние между ними правильное. И, кроме того, вот эти столбики, вот они устроены таким образом, что можно сделать, что их можно заменить на некую усредненную функцию в смысле правильной нормы. Вот это слово, условия на правильном случае. Да, вот все. И, в принципе, у меня, вот лично мое ощущение, что на этом, собственно, и все. На чем оно еще основано? Оно основано на том, что в периодическом случае вот есть и другие задачи усредненные, но там усредненные задачи менялись коэффициенты при старших производствах. И то, как они менялись, зависело от ячеечной задачи. Если периодичности нет, ячеечности нет, то как там старшие производные меняются, абсолютно непонятно, и, по всей видимости, и предельно может просто не быть. Поэтому здесь операторы на оценке, они именно, вот они по всей, вот мне как-то в это сильно верят, что они бывают только в случае, когда у нас при усреднении главные члены, старшие члены, они остаются без изменений. Когда все изменения в младших членах. Или вообще их нет. Все. Если же изменения, если в периодическом случае в усредненной задаче при усреднении меняются старшие производные, это явно признак того, что как только вы не периодически все раскидаете, у вас в усредненной задачи просто может быть. Она как-то же только, только, она уже решена. И, по всей видимости, операторам оценки можно, скорее всего, в этих трех случаях таких основных, ну, какие-то, может, еще мелкие, можно найти под звучи. Но, мне кажется, я в целом, в общем, ответил на вопрос, в каком случае для непериодических перфораций бывают операторы на оценке, только в этих делах. Ну, с точностью, конечно, то понятная идея, что если у вас за какой-то перфорацией есть ответ, мы можем сколько-то дыр убрать или, наоборот, поставить. И ответ не изменится, с точностью, то вот такие вот, конечно, вариации. И вроде как, все, наверное. Давайте пополучили докладчику. Что, вопрос? Вот у меня есть еще... Пожалуйста, позвольте. Значит, смотрите, вот вы, когда усреднение делаете вот этих вот столбиков, вы усредняете фактически по ячейке размера ρ от ε. А нельзя ли заменить усреднение вот таким по ячейкам с мёрткой, с каким-то подскользящим ядром? И посмотрим, чтобы вот там параметр, вот этот ρ от ε, размер ячейки, он бы шел, так сказать, ну, в диаметр вот этого усреднения, да? То есть, сделать какое-то, так сказать, скользящее среднее фактически, да, получается? Ну, это, наверное, будет, это, наверное, будет еще один способ, как переговорить в более, там, осязаемых тегах, вот это можно. Ну, да, ну, я бы... Ну, наверное, можно, да. Ну, вот мы, как бы, в таких тегах я не думал. У меня как раз была идея как-то попроще, вот как-то вот по рабочим аквестиансам, чтобы посчитал, и смотрел вот без... Я говорю, ну, ну, наверное, можно. Честно, если взять бёд, вот, по стихо-теоретической функции размера ρ от ε, то точно, для того, что здесь скрепный шаг, а там будет не прыгнуть, это то же самое будет. Ну, 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 может, да. Я иду, потому что и гладкое ядро перед ним. Ну, да, ну, берем ступеньку, а дальше чуть-чуть ее подкладываем. Ну, это... Ну, и последний мой вопрос, если ты позволите. Вот у вас там накладывали коэффициенты, что они там лежат, допустим, в этом, наши киротики, бесконечности, или что-то еще. А, так сказать, насколько эти результаты более, ну, интересны, чем есть, предположим, в основном, коэффициенты гладкие? Вообще говоря, здесь задача не про то, насколько сильно вы можете гладкость испортить коэффициенты, по-моему, не периодически. Поэтому можно было бы вообще считать, что они там цель бесконечности, а про это, конечно, можно, да. Так, ну, исходно вообще, все гоняло для Лапласа, конечно, просто. А вот как только для Лапласа получилось, потом уже начинаешь думать, насколько там широкие траты можно описать. Ну, чтобы это выглядело по масштабу. Ну, вот, W бесконечности 1 вроде такой хороший класс, потому что можно вообще считать, что область не является ограниченной, что коэффициенты как-то растут, вот эти росты ловить. Ну, ловить рост коэффициентов или неблагопискоэффициентов, это как бы качество, это уже теория. А я же не про качество рассказываю, я рассказываю происходимость, а что-то вот все в одном причине перевешено. Поэтому W бесконечности примерно то же самое, что C1, но, как бы, вот я там говорю про обобщенный пространство, про пространство были, ну, пусть и коэффициенты будут удобны для этих пространств, потому что C1, что и бесконечности, в принципе, и без разницы. Спасибо. Еще вопросы, коллеги. В среднем краевого конфликта, и что же удалось, когда что коэффициенты большие? Вот, в модельный случай, это вот такой, что вот у нас стоит третья грамма флорера, трех вариантов, одно, и здесь стоит какая-нибудь функция мю, какой-нибудь коэффициент мю, и пусть мю это просто вообще постоянная, даже не функция, и мю от f, и пусть оно уходит в бесконечности, плюс бесконечности. Тогда, если мы напишем форму, соответствующий, то в форме будут производные, 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 плюс возникнет нюэпсилон в квадрате, вот по вот этим н2. Да, но вот если, например, эти дырки периодически расположены, ню просто равно единице, все равно решение в ноль пойдет. Если дырки, скажем, периодически расположены, и ню равно единице, решение-то все равно ноль пойдет. Да, потому что что значит, что они большие? В том плане, что нужно еще дырку там растянуть, в эпсилон это раз, там как из-под производных выскочит эпсилон это, и вот... Да, если это просто стремится к нолю, но они достаточно быстро, решение же в этом случае тоже к нолю идет. Ну да, значит, по иными словами, если ню растет, но не слишком быстро. В общем, надо, чтобы, в общем, когда мы к растянам дырки перейдем, если просто локально каждый растянет, то здесь у нас выскакивает эпсилон это. И вот разговор идет о том, как вот эта штука вся идет. А вот все. Вот она, да. Вот произведение. Ну, и понятно, что здесь еще может же быть какая-то функция от х. Вот если мы говорим про большие, то я не хочу рассматривать случай, если на какой-то выкли местами, а больше нуля, а местами меньше нуля, это песня отдельно. Там этот спектр будет вверх-вниз трест. Нет, я про это не хочу. То есть, как бы у меня вот, если большой, то значит, если коэффициент есть, то он тоже там снизу, грубо говоря, там, например, это самое, там ограничение некой константы. Если там этот флицент еще будет меняться третьим, это тоже отдельный класс задачи, в одну кучу это все накидывается. У меня печатают, что ты встал, что какие работают. Так, далее еще есть вопросы? Можно вопрос один? Да, пожалуйста. Денис Иванович, вы говорили, что у вас есть примеры, которые показывают вот точность тестера. То есть, это какие-то конкретные примеры. Это важные примеры. Это конкретный пример, но в качестве оператора, значит, первый пример, который везде я пытался делать, это взять лаплас, ну, или минус дать в плюсах, чтобы вообще было все хорошо, да, и периодически грибки раскидать. И во всем рассказать. Асимптотик надо строить. Асимптотик строить, там есть первый член, можно построить в асимптотике решения. А потом смотрим на первый член и считаем его норм. Когда мы так сделаем, оказывается, что какие-то слагаемые в моих оценках можно тем самым закрыть, а какие-то нельзя, они не возникают. Вот видите, у меня там сколько слагаемых. А если мы только построим, ну, грубо говоря, один, два, если мы так закроем, а с остальными что? Тогда уже надо думать там, начинать. Вот здесь не периодичность меня спасает. Значит, тогда, может, некоторые примеры были такие, что мы дырки раскидаем, как-нибудь, но будем считать, что вот они маленькие, а расстояние между ними большие. И будем считать, что правая часть живет только в окрестностях одной из них. Это же тоже можно сделать. Тогда, грубо говоря, это фактическая задача в ограниченной области с маленькой дыркой. А вот что там в линии, как бы эти хвосты будут маленькие. Вот на этом пути удавалось что-то вырвать. Или же можно считать, что правая часть быстро там осценирует тоже возле дыр, калюзовую. То есть вот еще вот такого, собственно, примера, которые, грубо говоря, ориентированы на случай одной дырки. Или там конечного числа, потому что этот случай тоже у меня закрыт. Вы можете во всей области всего рисовать две-три дырки, пожалуйста. Это можно, потому что они будут пересекаться. Они не будут, они больше выненят. То есть в случае там, конечно, числа дырок тоже здесь есть. И вот он тоже позволяет какие-то эти вот точно-то контролируемые. Но с примерами вообще плохо. В непередическом случае с примерами плохо. Потому что там слагаемых много лезет. Они едут по разным причинам, из локальных оценок. Вот под каждую причину отыскать пример, вот в периодическом случае не хватает. Ладно, что-то еще подключилось. Помекали еще? Да, понятно. Значит, еще на самом деле вот это возможное утерение этого результата. Такая задача. Вот у нас здесь у нас полифцированное, полагается, то есть полифцированное расстояние между ключевыми. То они подходили к другу близко не могут. Можно поставить задачу чуть более сложную, чуть более общую. То есть они могут подходить друг к другу. Но пропорция вот в области, скажем, ограниченной езды, выслательность, тех, которые близко подходят, когда эксилы в 3 месяцев. Тоже оценивается как эксилы в некоторой степени. Это более реалистичная задача. Потому что практичные материалы, как часто бывает. Но их мало. И чем меньше расстояние, хвосты, так называемые, вот так вот, предельные, как бы. И вот, если это оценка на хвост хорошая, то все равно можно, я уверен, что такие задачи должен можно. Ну, это дело нечей. У меня сейчас, в смысле, еще можно начать еще одну работу по этой теме. Сказать, что если для какой-то информации есть предельный оператор, то насколько сильно мы можем ее испортить, убирая или там добавляя какие-то дырки, так, чтобы остался тот же самый предельный. Это вот примерно так. Да. В статистической геометрии просто это сделано. Не для операторной, а для сильных статистов. Но, тем не менее, именно так, чтобы отказались от условия равномерного отстояния. И допустили опять более классы. И все получилось. Ладно, может быть, подумайте. Это может быть интересная задача. Спасибо. Ну, хорошо. Если больше нет вопросов, давайте еще раз благодарим докладчика. Приятно видеть, как эта теория развивается. Пусть так начиналась.